Всем привет. Я часто смотрю видео по Bimaging Drive. Различные аварии, погони и часто на видео можно заметить полицейские шипы. Многие бы их хотели, но ютуберы отвечают, что данный мод приватный, либо же где-то на простройках интернета есть туториал по созданию этих шипов. Я и сам их хотел. Немало времени я потратил на поиск информации и нашел. А значит, мы с вами сможем поиграть с этими шипами. Вы находитесь на канале MiN и в этом видео я расскажу и покажу, как установить полицейские шипы в Bimaging Drive. Приятного просмотра и надеюсь мои труды помогут вам и порадуют. Погнали! Первым делом скачайте по моей ссылочке папку с одним файлом и закиньте в удобное для вас место. Это и есть наши шипы. Далее переходим в папку с установленной игрой, открываем папку Content, далее Levels и выбираем карту, на которой хотим поиграть с шипами. Да, это нестандартная установка, как с обычным модом. На каждую карту, где вы хотите играть, придется установить отдельно данный мод. Выбрали карту, далее Levels, название карты, далее открываем папку Art и последняя папка Shepes. После чего перетаскиваем в наш архив заранее скачанный мод с шипами. На этом установка мода завершена, однако теперь нам надо добавить его на карту. Итак, запускаем игру, нажимаем кнопку играть, свободная езда и выбираем карту, на которую мы установили мод. Загружаемся. После того, как наша карта загрузилась, мы должны перейти в режим редактирования. Для этого нажимаем клавишу F11. Далее вверху выбираем вкладку Tools и нажимаем на Asset Browser. Ждем загрузки меню. В левом столбце находим папку Art. Далее папка Shepes и выбираем файл MiN Spike. Это и есть наши шипы, осталось немного их настроить. Зажимаем мышкой на иконке шипов и перетаскиваем за меню куда-нибудь на дорогу. Далее меню можно закрыть и разместить шипы куда вам удобно. Мы разместили шипы. Вверху нажимаем на вкладку View. Выбираем Layout и нажимаем на кнопку Default. Далее нажимаем на иконку шипов и в открывшемся меню находим пункты Collision Type и Decal Type. На них выставляем значение Visible Mesh. Это обязательный пункт для того, чтобы наши шипы имели коллизию и не были, так сказать, прозрачными. Закрываем эти два меню и осталось дело за малыми, а точнее за текстурами. Для того, чтобы изменить цвет шипов на тот, который нам необходимо, мы вверху нажимаем на вкладку Tools. Выбираем Asset Browser и нажимаем правой кнопкой по шипам. Далее выбираем Show in Shape Edition. Далее выбираем четвертую вкладку Materials. Нажимаем на единственную появившуюся строчку и в открывшемся окне находим первый белый квадрат. Рядом с ним жмем иконку корзины. Далее, чуть ниже, жмем на иконку белого квадрата и выбираем нужный нам цвет. После того, как мы выбрали нужный нам цвет, закрываем окна и выходим из режима редактирования клавишей F11. Вот и все. Осталось только проверить. Как вы видите, ничего сложного. Все это делается за пару минут. В любом случае, на данный момент, это единственный способ, который мне удалось найти. Я рад, что наконец-то с этим вопросом разобрался. А также, если я смог вам помочь, то я рад вдвойне. Потраченное время было не впустую. Хорошего вам настроения, приятной игры. Пишите комментарии и задавайте вопросы. Я всегда все прочту и постараюсь ответить. Пока!